добрый вечер вечер не добрый ногу есть сегодня мы я очень рад что мы встретимся встречаемся в очередной раз по всеми сегодняшняя наша тема будет опять война мусор войны мы как раз вот когда у нас это не только теоретически это практически может быть что будет лучше учиться значит будем обсуждать как как морально воевать это вопрос в других местах он очень сильно занимает израильскую армию вообще израильское общество частности по моему по моим ощущениям мы пытались вот единственные как-то во всем мире более-менее реализовать или пытаться реализовать христианскую мораль войне и сегодня видимо по этому поводу произошел хоть на дно мы хотим понять что такое еврейская мораль войне вопросы на самом-то деле не не очень праздны и не очень понятны как действительно чего делать теми же страны с гражданским населением и и так далее значит теперь как мы значит я здесь сегодняшнего нашего урок я подумал как мы выучим маленький отрывочек из длинного письма рафкука может что-то это был студент ищет у которого были вопросы по поводу веры и он эти вопросы писал рафкуку и рафкук иногда с большой задержкой ему писал ответы с письмами теме рафкуков у нас есть дополнительная загадка вообще да то что пишет рафкук это не всегда просто понять а с письмами у нас дополнительная проблема у нас нет письма с вопросом у нас есть только письмо с ответ соответственно вопрос нам нужно будет самостоятельно выстраивать по ответ соответственно я выстрою для хотя бы того чтобы начать примерный вопрос как я представляю такой был и мы начнем сейчас изучать от ветра паука потом мы давайте обсудим между нами потому что вопросом животрепещущий непростой совершенно иногда даже контр интуитивный и очень важно и очень важно и я конечно скажу свое личное мнение но это уже во время свободного обсуждения начнем мы с текста на данный момент как бы самого текста у меня к сожалению нет поэтому я буду читать переводить на месте отрывочек на совсем небольшой теперь значит насколько я понимаю вопрос был там такой воина которые мы встречаем в танахе и в торе они невероятно жестокие включая в себе то что называется по сегодняшнему сегодняшним языком уничтожение уничтожение гражданского населения врагов как же так наша самая святая книга нам приводит такие войны как вот наш святой народ святой народ воюет как собака бешеная вот давайте начнем посмотрим что Рав говорит это по-моему был вопрос посмотрим из ответа прав ли я и я буду очень рад услышать как вы думаете какой был вопрос и мы обсудим ответ Рава и потом уже наши мысли по этому поводу однажды воиняняны милхаму не אפשר открыть в сейчас шахинам хzilla без Elaine заведев bolag о GRAG Арев шахин шахин المқingly isme заболи и терп военно Creative од то мы В Адрабах Было очень много И для опыта Охранения И для них Охранения Только Сфия Леави Эту энушиют Лимаши Цериха Леот Но Летохок Эта шага Итак И по поводу Воин Совершенно было невозможно В то время Когда все наши соседи Были Настоящими Дикими волками Чтобы только Исраиль не воевал Тогда бы Все бы собрались И уничтожили бы его Не дай Бог И наоборот Было обязательно нужно Так же Запугать Запугать этих Диких В том числе Очень жестоким Поведением Очень жестокими Действиями Только с надеждой Привести человечество В будущем К тому Чем она должна быть Однако Не 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 слишком Торопиться Не торопиться В этом Не убыстрять события Вот так Нужно Дать Ну Ну Тороп Клал Ледхук От Ру Ам Л Хасיד М Пóng Ше Эз Η Хасיד От Л Н replaces velocidade Дерег Кבע Хоб В В Торо Все Торо С Б В к х А В И это основная часть кума-кума Что есть в Дин Тора В отношении к седерам И в Азивателлим И неоткал от Исраиль Возможно, что в каждом месте В Дин было месо-вот В Дин было видеть Мцелом мусор И не были Все отношения Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, что по поводу поведения общества Тура совершенно не принуждает, не толкает нас, не должна подталкивать дух народа к касседуту. То есть к поведению, которое более чем нужно по закону. Потому что тогда хаседут становится постоянной дорогой, постоянным путем людей. А цель Туры в том, чтобы люди делали... Чтобы люди делали больше, чем нужно по собственной инициативе через именно любовь и личное добавление. И это основа многих облегчений Торы, которые есть в законах Торы по отношению к порядку воин. И оставление идолов подходило особенно, в общем, к народу Израиля. И понятно, что в любом случае это было поручено мудрецам смотреть, в каком состоянии моральном находится одно идолопоклонство и в каком другое. И эти вещи, они не были одинаковые для всех. И из-за наших великих грехов мы не получили традиции. Как это обсуждать и как устанавливать закон по этому поводу. Потому что нам не нужно было реально этим заниматься. С того момента, как мы потеряли нашу национальную силу, до тех пор, пока не вернет нам благословенное его имя. Корону величия быстро в наши дни. Давайте я в общем скажу, что я из этого поля. Я понимаю это так. Я понимаю это так. В времена, когда нас окружают народы, которые дикие и которые сами тоже так же очень жестокие. Мы не можем делать, заниматься войной, как-то понарошку, в полсилы. И ограничивать себя в том числе в жестокости тоже. Потому что у войны, если мы не будем воевать совсем, нас съедят. А если мы будем воевать, но после войны враг не почувствует, что он проиграл, он не получит слишком сильного удара. Тогда, соответственно, он сможет подумать и сказать, а окей, если я выиграю в следующий раз войну, я победил, я получил все, что хотел. А если я проиграю, то я не очень много проиграю. Так почему бы не пойти воевать еще раз? Поэтому нам нужно запугать врага танк, чтобы он настолько боялся, чтобы он понял, что в случае проигрыша, выиграл хорошо, а в случае проигрыша, это самое, как это, как в Торе написано, не будет у тебя питающих на стену до третьего колена. Да, это самое, а шметки, собственно, нужно будет собирать на другой стороне глобуса много-много лет. Поэтому, как это, если чей-то, как говорил Авинер в свое время, какой-то, так сказать, хамумоах, это с воспаленным мозговым воображением ринется воевать, на нем повиснут его жена, дети, мать и все остальные, скажут, пожалуйста, не надо. Потому что, если, не дай бог, ты проиграешь, нам еще будет плохо, не только тебе. Теперь, возвращаясь к Равкуку, Рава говорит, что на самом-то деле, какой мерой это дело надо отмерять, это должен заниматься суд. То есть, если народ, с которым мы воюем, он жестокий, надо воевать в соответствии с его уровнем. А если он более цивилизованный, то можно уменьшить количество жестокости в войне. Соответственно, это Рав Шерки читает этот текст так. То есть, выражение, которое я скажу, я слышал много раз от Рав Шерки, но, по-моему, источник он здесь. Сперва мы приведем мнение, которое есть у нас. И не только у нас, в общем-то, на минимуме мы говорим так. Когда мы воюем с дикарями, ни в коем случае нельзя превращаться самим в дикарей. Когда мы воюем с дикарями, нужно смотреть, и это, по-моему, даже где-то еще в восточных мудростях есть. Смотри, сам не превратись в волка, сам не превратись в злодея, когда ты воюешь со злодеями, чтобы это к тебе не прилипло. И, как говорится, у нас есть дворин-бого. Действительно, когда ты воюешь и делаешь жестокие вещи, ты становишься жестоким, это безусловно. Итак, соответственно, что говорится? Говорится нам, ни в коем случае не становиться как наши враги. Мы же не такие. Раб Шерки говорит, абсолютно неверно. Мы должны воевать на моральном уровне наших врагов. Враг, он скотина. Он очень жестоко ведет войну. Он получает то же самое обратное. Враг ведет цивилизованную войну. Понятно, что война – это не игра в дамки. Война – это война, это смерть, это разрушение. Мы ведем такую цивилизованную войну. Соответственно, как это решать? Это сложный вопрос. Его, как бы, получается, что у нас нет готовых решений по этому поводу вообще. Это нужно решать суд. Но даже для суда у нас нет традиции, потому что мы уже 2-3 тысячи лет не занимаемся войной вообще. Так что у нас с этим проблема. Но общий моральный подход, он воевает на моральном уровне врагов. Что полностью противоречит сегодняшнему цивилизационному подходу. Соответственно, я считаю, что источник Рава Шерки о том, что нужно воевать на уровне врага – это вот в этом маленьком отрывочке из письма к Моше Зайделю, которому Рав Кук отвечает по поводу войны и по поводу того, что у разных идолопоклонников были разные уровни, и это должен решать суд наш Бейдин. Что нужно решать? Насколько я понимаю, Рав говорит о том, что нужно решать, насколько жестоко мы должны с ним воевать. Тем, чтобы он достаточно нас испугался. Тем, чтобы не думал начинать такие войны. Очень-очень-очень долго, желательно навсегда. То есть, по-моему, вот этот источник Рав Кука, он вот здесь, он вот здесь. Соответственно, у нас получается очень-очень интересная вещь. У нас, у евреев, оказывается, нет морали войны вообще. Как какой-то статичной вещи. Мораль войны, она оказывается вещь абсолютно динамичная. Как очень многие вещи. Да, то, что мы сейчас видели, это отзеркаливание уровня врага. До того, как я вам дам право высказаться, я хочу для понимающих игрит прочитать медленно еще раз весь наш отрывок с начала до конца, потому что мы обсуждаем серьезные вопросы. И может быть, то, что я вам рассказал, это мои выдумки. И в Рав Куки это не написано. Так что, внимание, мы читаем еще раз. Амадуэ decía. что досуг выбирал жду и любовь во время и когда 재� campo решили это компания и именно но уж Обеда, что в Илкуте Цибуре не смеет Тора в целом, чтобы подключить Рукову на хасидут. Мпни шея, это была хасидута в целом, чтобы начать дарить кверху и хвову. В Торуи, что ты ковер ехалит, в кухарь, ахава и нидава. И это основа, как уллот, что есть в Дин Тора, в отношении с дарами молчанков. Субтитры сделал DimaTorzok 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 максимум. Мы можем требовать быть святым народом, мы не можем требовать быть моральным народом. Мне кажется, здесь Рафф говорит это. На уровне народа требования Хасидута оно не только... То есть нет принципиального. То Рафф вообще никак не подталкивает на уровне народа к Хасидуту. На уровне личном, конечно, да, и чем больше, тем лучше. Как говорится, на общем уровне то, что я понимаю, нет. Но это очень трудно прямо из текста увидеть, потому что с этим я согласен. Прямо из текста это сложно увидеть. Рафф весовно говорит. Рафф цепияли, ави, и так далее. Веда. Давайте еще раз прочитаем. Веда. Я пропускал им и пней. Веда. Почему у нас то есть что мы привыкли вот по нашей морали, да? Нужно быть моральным. Тем более во время войны. Рафф теперь нам это все переворачивает срок на голову. Нужно быть моральным во время войны меньше. Когда у нас есть илхоцебург, когда у нас есть общественные заповеди, то основа у нас общество мы не подталкиваем к конституту. Из этого, из этой основы выходит в то время войны, которая нам разрешает такие вещи, от которых мы бы упали в обморок. В нормальное время я приведу пример прекрасной пленницы. Эжи Ти Фатор. Ну, это не хороший пример, я думаю. Это как раз личное поведение. Они никак не имеют отношения к решениям публичным сбором. Это Тараде Бронегри Тараде Бронегри Тараде Бронегри Это чая поведение, которое тебе ни в коем случае никогда не разрешено ни в какой мере и даже что-то близкое и даже в мыслях в мирное время. Ну, правда. Но это в отношении отдельных людей, а не в отношении поведения всего народа. Это в отношении людей, которые воюют? Окей. Мы можем ли спорить? Для меня это пример. Для меня это да, пример. И для меня, то есть, окей, вы не согласны? Как это? Я записал, я отметил. Я считаю, что это да, пример того. А какие еще примеры, что Тара от нас меньше требуют, да, есть холод во время войны? Что можно изниклошерное во время войны? У нас есть много. Какие еще примеры, действительно, тогда помогите мне, какие у нас еще есть примеры того, что Тара у нас по поводу войны с нас меньше, как бы... Нет, я же не спорю, но в принципе, это как бы, ты приходишь к примеру личных каких-то ограничений, которые снимаются. А мы же говорим о жестокости по отношению к врагам, а не каких-то, так сказать, личных вещей, так сказать, если у тебя хочет быть косинал. Опять же, он может быть косинал. А мы говорим об общих вещах, об общих, так сказать, установках, кого-то всех уничтожить, а маликетян, например. Да. Не обязательно маликетяна. Мы врагов наши, которыми вы... Я понимаю, это пример как бы общественной установки. Вот послал на войну и не брать никакого... Ну, Сомалейка, например, это пример, это я понимаю. Вполне как бы... Ну, там, скажу, заповедная война, это не очень хороший пример по другой причине. Но это пример, который говорит о установках общих военных. А то, что конкретно человек там... Ну, ты не устоял, тебе очень какая-то женщина понравилась, взяла, это как бы совершенно не в той, не в тех... Мне кажется, не в рамках общих установок, о которых мы говорим, собственно. А мне кажется, что именно в рамках общих установок? Что именно в рамках общих установок? Если уж мы делим наличное и... общественное, то как бы тут... не знаю. Лично общественное, по-моему, это так. А общественное, это приказы армейские, что можно и что нельзя. Лично это приказы гражданские и мое личное поведение, окей, нельзя ездить выше 100-120 километров по нашей этой самой Квишеш, а я буду ехать 100, потому что я шумер на вшоу, я там берегу свою жизнь и не буду ехать быстрее, чем это самое, я решил ляхмир. А общественное, по-моему, это армейские приказы. Армейские приказы здесь это самое. Эшит и фа, тон, в мирное время думать, забудь, и ты вообще грешник на рэдердерсе в мыслях там копаешься. А в войне, как это, по армейским приказам, если захотел, вот тебе список, чего делать, куда ее везти, и где сидеть, и какое платье одевать, и сколько я ног отращивать, как бы, это, в общем-то, как это, билет, часть этих самых, постоянных армейских приказ. Опять-таки, да, я понял ваше возражение, но, это как-то, легкой дороге никто не обещал, я не согласен с вами, вы не согласны со мной, нормально. Окей, спасибо, Нехама. Кто еще хочет влезть, слеха, кто еще хочет прийти и поспорить, стиле? Так, вот Елена тут пишет, неправильно, это если захотел, если случилось, я не очень понял, это... Она хочет, наверное, сказать, что это не указание, где. Что? Ну, нет такой заповеди, Эштефаторе, если уж так получилось, не то что, хватайте чужих баб и тащите. Безусловно, 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 но никто не написать, что это нельзя. Да, согласен. То есть, на самом-то деле, мы оказываемся в очень сложных... Теперь, понятно, да, что наше обсуждение, оно сейчас в сферическом вакууме, то есть, как бы, что нам можно с точки зрения морали? Потому что у нас, кроме того, что нас разрешает или запрещает мораль, есть еще очень много, что нас запрещает или разрешает закон. Наш, международный, как мы относимся к давлению? Мы на него это самое... Обращаем внимание, не обращаем внимания, нужно обращать, не нужно, у нас есть изв fists, у нас нет своих встреч, это потом еще как бы есть очень-очень много всяких этажей, на которых мы должны или не должны обращать внимание. Мы сейчас обсуждаем в сферическом вакууме. У нас как будто нет других теклахацин, нет никаких давлений. Мы сейчас обсуждаем с точки зрения морали, с точки зрения еврейской морали, как мы ведем войну. Рафшарки говорит, и, по-моему, это написано здесь, по моральному уровню наших врагов. Теперь. А теперь я скажу то, что мне кажется, что я думаю. Давайте смотреть. Если мы, опять-таки, в сферическом вакууме, мы воюем с врагом, а ему этих самых, своих солдат не жалко. Они, по его вере, попадают быстро в ад, мы уничтожаем десяток, на смену приходят сотни. Мы уничтожаем сотни, на смену приходят тысячи. Окей, нет тысячи, можно подождать, пятнадцать лет, пока не родятся и не вырастут новые, и у врага есть новые. А допустим, да, я сейчас не беру наш пример, а допустим, если мы, как это, левго, если мы уничтожим, ударим, нападем, на гражданское население врага, это будет для него достаточным стимулом остановиться, прекратить и сказать спасибо, больше не надо, я больше не буду и не быть. может быть, это самый гуманный и самый быстрый способ. Для нас и для него в том числе быстрее всего закончить войну с самым меньшим количеством жертв. как бы, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что война, у нее есть цели, это не фильм, где нужно красиво себя показать. Война это, у нее есть цели победить, мораль войны, это до войны. Моя война, она моральна или нет, решается до войны. Это не средство войны. Война это великая беда и великая разруха. Это плохо. Соответственно, вступать в войну или нет, это решается до войны. Я напал, например, или на меня напали. Может быть, то, что я напал, это правильно? Потому что у меня отобрали. Не знаю. То есть, не обязательно, да, так же, тот, кто напал, он прав, тот, кто защищает, он виноват. У нас нет вообще никаких, это мое мнение, спокойных вещей решить, кто прав, кто виноват. Да, как мы говорим. У христиан слабый всегда прав, у мусульман сильный всегда прав. А у нас правы всегда правы. Ты можешь нападать и быть прав. Ты можешь защищаться и быть прав. Ты можешь нападать и быть неправ. Ты можешь обороняться и быть неправ. Это абсолютно не, это не функция. Мы не можем с закрытыми глазами знать, что морально и что правильно. Теперь, ну, есть война, это понятно, морально, когда я отстаиваю свои или вообще идеалы. Если война неверная, тогда я обед к причине нападаю на соседа. Например. Соответственно, мораль войны это у нас получается совершенно, это не функция, как бы, как я ее веду. Я ее веду так, чтобы ее закончить как можно быстрее и как можно надольше. В том числе, чтобы меня боялись. То, чего сегодня у нас нету в нашем, как бы, дискуссе, опять-таки, до сегодняшнего дня. То, что Ран говорит, арта, чтобы тебя боялись. Не только, что я отбился, но я еще так поломал рога, чтобы потом долго не хотелось самую вывод. То есть, получается вот такая вот, ну, не знаю, по крайней мере, для меня. Очень странно, во очень многих местах ставящее с головы на ноги все наши представления, но вот такая вот, как бы, получается, мораль войны. Да, мы можем себя держать в рамках. Теперь, я хочу сказать очень важное для меня, очень важное для меня замечание. секундочку. Мне, я абсолютно не уверен, что эта мораль, ее можно продавать дальше. Я считаю, что эта мораль войны только еврейских. Я объясню, почему. Потому что евреи не хотят воевать. У Равкука есть потрясающий отрывок, вот в рот Милхамахтора мы учили в прошлый раз, где он говорит, что подсознательно евреи хотели уйти в Галут. Подсознательно евреи хотели уйти в изгнание, потому что содержать государство в то время это значило быть, вести очень жестокие войны. И мы не хотели. Вот так. То есть, подсознательно это я добавил, но это мое общее впечатление вот того отрывка, как бы, я хотел его привести тоже сегодня, но это самое, все мы за раз не приведем. Равка говорит, что Галут это онос, что как бы им рацион пними, что как-то по-русски будет, что Галут это нас, конечно, к этому вынудили, принудили, но мы с этим были внутренне согласны. Потому что, как я уже сказал, чтобы содержать государство в то дикое время, нужно было вести такие жестокие войны, что мы были с этим не согласны. то есть мы принципиально не хотим войны. Когда мы принципиально не хотим войны, нам может дать вот такую вот жестокую мораль войны, и тогда мы, может быть, как Рамбом говорит, что прийти к центру, а ты в какой-то крайности нужно перегнать, перегнуть тебя в другую крайность. Когда евреи в крайности еще не честно, внутренне вообще не любят, не хотят воевать, им можно дать такую мораль войны жесткий, если не сказать жестокий, чтобы их вырвать хотя бы на серединку. Поэтому я абсолютно не думаю, что эта мораль можно и нужно как-то раздавать народам. Как народам воевать? Не знаю, но пока меня еще не спрашивают. Соответственно, я это хочу сократить только на войны Израиля. Но тем не менее, это вот та картина, которая у меня получается. Картина абсолютно динамическая. И каждую ситуацию нужно оценивать саму по себе, смотреть, что у нас какая ситуация в мире, какой у нас враг. и жестокость, включая крайнюю жестокость, включая по отношению к гражданскому населению, она принципиально приемлема. Реально, как мы сказали, в каждой ситуации мы должны посмотреть и решить и принять решение. это то, что я как бы понял из того, что мы учим, это то, что я думаю, ну и соответственно опять, а что вы считаете? Ширель, Нихама, Натан? Да, да. Я не знаю, мне трудно сказать, что я считаю, но у меня есть вопрос все время, вот последнее, и на который у меня на самом деле нет ответа, потому что, скажем так, я вас перебью буквально предложение, чтобы просто люди поняли, про что мы говорим, ну у нас сейчас на фоне Хамас на нас напал две недели тому назад и вырезал больше тысяч, тысячи четырехсот мужчин, женщин, детей, изнасиловал, сжег, обезглавил и так далее и тому подобное. Это как бы фон того, что мы обсуждаем. Я прошу прощения, Ширель, продолжайте, пожалуйста. вопрос. вопрос вот в чем. Дело в том, что мы говорим в общем-то с позиции разума, но сама ситуация войны, она вызывает у человека очень много эмоций. Я это могу сказать по себе, потому что вот за последние две недели я испытала столько ненависти, ярости и злобы, сколько, может быть, не знаю, там за много лет прошедших не испытала. и как бы вопрос в том, что да, это как бы если же говорить о человеке, который непосредственно находится в боевых событиях, ну как бы на поле боя, да, и он руководствуется вот такой вот установкой, что на уровне действий нужно уподобиться врагу, то как ему при этом не уподобиться врагу на уровне духовном, ментальном, эмоциональном, то есть как не разрушиться. Вот, собственно, это вопрос, на который у меня нет ответа, и Раф Кук его не дает, но тем не менее он встает, этот вопрос. Отлично, вопрос реальный, действительно, мы это упомянули у нас сегодня здесь, и мы это упомянули, значит, мы упомянули, что действительно человек, который ведет себя жестоко, это к нему прилипается, и это ему, это его, он становится больным, да, это недовушевный, духовный. Насколько я понимаю, от ветра в шарке, секундочку, до ровшарки, значит, во-первых, солдат должен делать, именно поэтому солдат должен, во-первых, в соответствии с приказами работать. у нас есть как бы установки армейские, что мы делаем, что мы не делаем, и неважно, какую войну мы ведем, у нас должно быть четко очень, да, сверху вниз, что мы делаем, что мы не делаем, и как мы делаем. вообще, как армия, в конкретной войне, в конкретном, в конкретном бою. У нас сегодня, и это, в общем-то, достаточно понятно, наш, вот эти вот, общие установки, как армии, они абсолютно, дико перегнуты в другую сторону, в сторону абсолютно ненужной, то есть, ну вот, я самый дикий пример, конечно, приведу, что, в том числе, мы предпочитаем жизнь гражданского населения врага, опасности нашим солдатам. Сейчас, опять-таки, у меня ощущение, что это сдвинулось или троилось. Так, теперь, то есть, у нас обязательно должно быть общие установки. Солдат не действует по своим собственным. У него есть установки армейские, потому что здесь это общее. У нас общество это выдает. И мы не можем поменять, потому что нам так хочется. Нам нужно сдвинуть общество, это только агитация, это только убеждение. Теперь, по поводу, чтобы не заболеть, чтобы не свистнуться, чтобы не превратиться в конце концов таких вот дикарей. Насколько я понимаю, у нас здесь входит в игра мистик. От ветра в шарке, насколько я его помню из других уроков, что Тара дает благословение воину. Это благословение именно на то, чтобы после жестокой и жесткой войны он не превратился в дикого пса. Это вот и у тебя будет благословение, если ты тебя благословит во время войны, это благословение на это, чтобы с ума не сойти. Соответственно, как я сказал, мы не продаем эту мораль войны, потому что не факт, что это благословение есть в других местах. И у нас тоже этим нужно пользоваться, это самое, очень-очень аккуратно, но, и еще раз я подчеркиваю, мы этого не любим, в принципе, как вот вообще, как общенародное направление. Мы не рады войны, мы умеем хорошо воевать, мы абсолютно этого не любим, мы предпочитаем программ писать и деревья сажать, детей расти. Соответственно, этот ответ как бы не мой, но который, вот как я понимаю, это благословение, что выйдя на войну и проведя ее как положено по Торе, мы получаем благословение от Всевышнего, чтобы остаться людьми, а не вернуться, как вот в России возвращались из Афганистана, люди уже немножко поехавшие головой. И, Ширель, большое спасибо за вопрос, потому что он очень-очень крест. Ну, то есть, во многом это вопрос веры получается? Нет, настроя. Я моральный человек, я веду моральную войну, я не хочу в ней участвовать, но какое я не хочу, я бросаюсь в машину, еду в кибуц, около спасать народ. Если надо, я захожу в эту вазу и вырезаю там все и столько, сколько нужно, тем, чтобы они не только больше не заходили, чтобы думать об этом забыть. Ага, то есть, как бы, индивидуальность человека устраняется, ну, в хорошем смысле, то есть, я действую там от имени своего народа и так далее. Вот что-то такое. Да, 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 конечно, армия это не сборище индивидуалов, армия это проекция народа, конечно, это безусловно. Спасибо. Все, ну, отлично, спасибо, Елена. если так рассуждать, то получается, что мы можем позволить, не позволить, а можем требовать отдачу, 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 как эти бандиты. Это вообще нереально. Насиловать, отрезать голову бладенцам и прочее. Это же нереально. Мы не можем быть сто процентов такими жестокими, как они. Как это? Будем плакать, но будем резать. Окей? То есть, понятно, что нам это дико. Хорошо, не будем насиловать. Ладно, я иду с вами. Не будем насиловать. А, извините меня, это самое, через снайперскую винтовку прошить той же самой пулей террориста и его жену. Нам тоже это дико. А бросать бобу на террориста, а бросать бобу на террориста, зная, что вместе с ним не только его сволочи, не надо приравновать. Не надо приравновать. Это не одно и то же. Мы не платьем. Мы платьем. Мы не платьем. Мы не платьем, а если мы... Я понимаю, что мы можем сорвать больницу, под которой склады ракеты. Это понятно. Даже если там погибнут люди. Но ракеты, которые не летят на осуне, это важно. А просто так прийти и порезать всю деревню без всякого... Ну так это просто в голову уже не придет нам. Да, я говорю, это в голову не придет. И вообще это не... Даже в смысле... Это не образ для подражания. Хорошо, хорошо. Я буду покатом дьявола. Хорошо. А если мы придем в деревню... Даже если это поможет нам их устрашить, мы все равно не будем делать. Хорошо, хорошо. Я буду покатом дьявола. Отлично. Мы придем в деревню, выражем там 200 человек. Всех. детей, женщин, мужчин, всех, кто есть. И мы знаем, что мы прекратим войну. Скажите мне, что этого не стоит сделать. Что газ успокоится и превратится в Швейцарию. Они закопают своих тамагов в войны навеки. Если мы будем уверены, или у нас будет серьезная... Да, это чисто умозрительно, потому что такого не бывает. Мы поймем, что они могут быть в шок, и война прекратится. Принципиально. Это стоит делать морально или нет? Морально это принципиально стоит. Теперь мы говорим Рэга. С одной стороны нам это дико. С другой стороны это не прекратить войну. Хорошо, мы не будем делать вещи. Нам нужно прекратить войну победой. Не просто так. Но то, что я хочу сказать. С моральной точки зрения, если вырезать деревню, это остановит войну. Наши враги закопают топор, лаят тамагав к войне. И еще 200 лет будут от одного упоминания еврея дрожать, слегка и писаться. Ну, это стоит сделать. Ну, это мне кажется, что с этим врагом этот номер не пройдет. Отлично. Здесь я согласен с вами спорить. Но спор здесь не морально, а практически. С таким врагом что нужно делать. Окей, с этим врагом, то, что это самое, у них нужно отбирать территорию. Это то, что им больно. Но мы сейчас говорим принципиально. Вот, Натан, я скажу честно. Их жестокость бессмысленная, а мы не можем такую жестокость проявлять бессмысленную. Их жестокость была совершенно бессмысленная. Их жестокость, она, в общем-то, совершенно другого рода. даже если мы будем делать то же самое неважно что те же самые бомбежки и все такое это другого рода не другое назначение уже само по себе не потому что мы хотим жаждем из крови а они все равно это не одно и то же даже то же самое конечно ничего как бы просто хочу высказаться что вот например бомбардировка хиросима и нагасаки была очень эффективным действием для прекращения войны безусловно но у меня я не могу сказать что вот как бы мое нравственное чувство с этим действием согласно а там очень сложно я не могу вообще ничего сказать по этому поводу есть разные точки зрения действительно некоторые считают что это было без этого вообще не известно чем бы еще кончилось а я а то что я знаю по этому поводу это одно предложение буквально хиросиме нагасаки умерла меньше ста тысяч человек если не ошибаюсь сравнимо или может быть меньше чем ковров ковровые бомбардировки дрездена а арахот как это будет сказать по-русски оценка америки было положить там не знаю там полмиллиона миллион своих солдат потому что опять таки оценка вот этой японской упертости и войны до последнего была очень высока не показали что они очень-очень готовы окей что вам это самое 100 тысяч с конца войны на японских этих самых врагов детей или полмиллиона наших солдат это оценки да а это вот умерло теперь соответственно что что у нас что у нас моральный и вопроса здесь нет по крайней мере для меня безусловно морально сбросить атомную бомбу на японию и закончить войну япония только сейчас начинает немножко вооружаться и думать а может я с кем-то пойду воевать это выжжено это действительно травма и это выжжено а полмиллиона этих самых американских солдат и травмы не было в америке японии точно 100 миллионов погибло нет вполне логично но женщины это та силы на которой опирается армия они говорят армии воюй когда тыл говорит все достаточно армия уходит армия прекращает воевать армия воюет на тыле да ладно спасибо да спасибо большое я была очень рада встретиться я извиняюсь что я такой добрый хороший умный оказался вдруг такие вполне вполне понятно просто есть некоторые то сказать небольшие я понимаю но мне кажется это наши еврейские штучки нам это дико нам это очень говорит что он считает важным воспитание именно духа любви и и милосердия стану никуда середине у нас есть враг который цивилизованный и нормально обращается с пленами и так далее мы соблюдаем все конвенции мне просто казалось что нельзя было не упомянуть все таки об идеале которые мы все видим где-то в каком-то будущем да то есть об этом просто нельзя было не упомянуть большое спасибо добрый вечер спасибо добрый вечер на всего хорошего до свидания виктория до свидания